МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы будем обсуждать масштабный экологический региональный проект «Зеленая столица». И сегодня гость нашей студии, начальник управления лесами Белгородской области, Владимир Щендрыгин. Добрый вечер, Владимир Иванович. Добрый вечер. Говорят, что мужчина должен сделать как минимум три дела в своей жизни. Построить дом, воспитать сына и посадить дерево. А вы можете вспомнить, сколько вы за свою жизнь посадили деревьев? Вспомнить могу много. Я посадил деревья, и есть у меня и сын, поэтому и дом я строю. Поэтому это, наверное, минимум для мужчины, который должен быть. Ну, примерно сколько? Сколько деревьев? Сколько деревьев посадили? Ну, наверное, ежегодно участвую в той же программе «Зеленая столица». Не менее тысячи деревьев в день у нас получается. Все от количества выездов. Прошлый год было три выезда. Управление совместно с департаментами выезжали в районы, в Граве-Аронский район. Поэтому посчитать вот так на слух, наверное, я никогда не ставил перед собой эту задачу. Я думаю, что я программу минимум выполнил. Ну, то есть вас можно считать по праву активным участником реализации программы «Зеленая столица». Настоящим мужчиной, да. Ну, сегодня мы постараемся узнать, насколько так же активно относятся, так же активно участвуют в реализации проекта «Зеленая столица» и наши земляки. Итак, подробнее о теме сегодняшнего разговора. 120 килограммов. Именно столько кислорода выделяет одно дерево за год. Этого количества вполне хватает для семьи из четырех человек. А готова ли полуторамиллионная белгородская семья создать вокруг себя комфортную экологическую обстановку? В 2010-м в регионе запущен масштабный проект «Зеленая столица». Правда, как показал опрос на сайте Мир Белогория, больше половины из нас готовы озеленять область и без каких-либо проектов. Примерно четверть проголосовавших откликнулись на призыв и высаживали деревья на субботники. Каждый восьмой самостоятельно поддержал инициативу. И только каждый пятнадцатый признался, что считает озеленение бесполезным делом. Если абсолютное большинство жителей региона поддерживает проект озеленения, то почему Белгородскую область пока нельзя считать «зеленой столицей»? Что сделано и что еще нужно сделать, чтобы в полной мере соответствовать этому названию? Вот тема сегодняшнего прямого разговора. Итак, телефон прямого эфира 584410. Звоните нам, оставляйте сообщение на сайте мирбелогория.ру. А мы продолжаем. Итак, Владимир Иванович, получается, что возникновение проекта «Зеленая столица» совпало, можно сказать, совпало с готовностью жителей в нем участвовать. То есть инициативы много, энтузиазма достаточно, и возникают вопросы у жителей. Вот я хочу зачитать один вопрос, который прислал наш пользователь на сайт мирбелогория.ру. Я живу в Белгороде. Скажите, почему наш город так отличается от многих европейских городов по количеству зеленых насаждений? В Европе деревья растут везде, где только можно, на каждом свободном клочке земли. А в Белгороде, если посмотреть с высоты, единственные зеленые пятна – это парки. Вы согласны с этим утверждением? Нет, не соглашусь с этим утверждением. Сразу видно, этот человек, который вошел в те проценты, которые не участвуют в проекте «Зеленая столица». Участвуя в этом проекте, он бы знал, что у нас на сегодняшний день в проекте разработаны пять направлений. И одно из направлений – как раз рекреационные зоны в городах и муниципальных образованиях. И то, что наш город не совсем зеленый, опять же, не соглашусь. Процент, наверное, этих деревьев хотелось бы. Соглашусь в одном, что хотелось всегда больше зелени. И оно всегда украшает. Поэтому я думаю, что он очень зеленый. Добавлять надо. Для этого программа и создана «Зеленая столица». И мы хотим прийти к тому, что по итогам этой программы, я не думаю, что она закончится в 2015 год, эта программа, она будет и дальше продолжаться. Но по итогам даже тех минимумов, которые нами назначены, он будет, наверное, еще зеленее. Спасибо большое. Телефон прямого эфира 584410. У нас есть первый звоночек. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Мы рады вас слышать. Добрый вечер, Владимир Иванович. Здравствуйте еще раз. Очень рад вас увидеть сегодня. У меня к вам вопрос. Есть у вас такая информация или нет? Сколько саженцев было высажено за все время проекта «Зеленая столица»? И сколько из них сейчас живо-здорого и продолжает расти? А то у нас деревья-то сажать. Умнее все, а ухаживать нет. Спасибо. Да, информация такая есть. Тем более, что я как раз и возглавляю координацию. Один из пятых пунктов этого направления по координации выращивания посадочного материала. За тот период, который программа прошла, было высажено более 43 тысяч гектар. Если посчитать, что мы высаживаем 3,5 тысячи на гектар, могу сказать откровенно, что на сегодняшний день приживаемость более 60%. Но это в общем по области. Есть районы, которые похуже отнеслись к этому. Не буду их сейчас озвучивать. Потому что они исправляют эту ситуацию. И занимаемся дополнением. Но, честно скажу, что все зависит от погодных условий. Вы можете сами на калькуляторе умножить количество того посадочного материала. На сегодняшний день мы вырастили более 28 миллионов. Они у нас есть в питомниках области. И то, что вы знаете, подчеркиваете. Значит, вы человек, который относится как раз к тому проценту, что участвует в «Зеленой столице». Раз вас это волнует. Но могу вас уверить, что каждый участок, который был посажен, мы анализируем и проводим ту работу, которая необходима для восстановления. Многие, вы сказали, умеют сажать деревья. Это не так. Не многие умеют сажать деревья. В каждом деле должен быть специалист. А привлечение народа в эту программу происходит под руководством каждого специалиста, который подсказывает, помогает посадить дерево. Дерево – это как ребенок. Его надо посадить и потом за ним ухаживать. Мы стараемся это соблюдать правила. Владимир Иванович, получается, приживаемость более 60 процентов. Так точно. Это по кругу, по области. То есть в среднем, грубо говоря. Есть районы, у которых более 70 процентов. Мы вчера проводили единый экологический день в Карачанском районе. Там есть результаты. Показали два участка, посаженные нашей областной думой. Мы так и назвали Думский лес первый, Думский лес второй. Там более 80 процентов приживаемость идет. Поэтому все, наверное, от вклада, как человек относится к посадке этого растения, так оно и будет себя ощущать. С душой надо подходить. И к посадке деревьев тоже. Скажите, ну это хороший показатель? Или он может быть еще лучше? Приживаемость 80 процентов. Из 10-8 выживает. Могу сказать по статистическим нашим данным, которые имеются в управлении лесами. 60 процентов это хороший показатель. Скажу, что, наверное, модельный лес, но это самое, наверное, идеальное. 600 деревьев. Я уже сказал, что мы высаживаем 3,5 тысячи деревьев. Поэтому если даже останется у нас 50 процентов, лишь бы было, конечно, не пятнистость такая вот оставшихся деревьев. А 600 деревьев в крупном возрастном состоянии – это прекрасное количество. Спасибо большое. Спасибо. Мы ждем ваших звонков. Звоните нам еще. Мы очень рады. Телефон прямого эфира 584410. Будьте с нами. Участвуйте в проекте «Зеленая столица». Я хочу зачитать еще один вопрос. Давайте пойдем по порядку. Татьяна спрашивает. Здравствуйте. Моя мама принимала участие в посадке парка в нашем родном селе. Она учитель в школе. Насколько я знаю, многие организации принимают участие в проекте «Зеленая столица». Так почему рядом с посадками не ставят таблички с названием той организации, которая их высадила? Я, конечно, буду своей дочке говорить, что этот парк твоя бабушка сажала. Но если бы об этом было где-то написано, думаю, и участникам было бы приятно, и их родным полезным. А может, такой список ввести в электронном виде? Там вообще можно поименно записать тех, кто посадил дерево и заслуживает нашей благодарности. Насколько я помню идею давать название, насаждением выдвигал еще губернатор, когда инициировал проект. Есть парки, есть проект именных парков. Поэтому я понимаю, что каждому хочется, чтобы было участие человека в той посадке. Но я сейчас, только что отвечая на предыдущий вопрос, сказал, что есть у нас уже посаженный 2011-2010 год. Думский лес. Это вот именно областная дума выехала. Есть участки, которые предприятие выезжает, их называет. Я эту идею очень хорошо поддерживаю. Урочища на сегодняшний день, звучащие у нас, которые имеются в лесном реестре, есть имена лесников, есть имена тех мест, к которым они привязаны. Все зависит от того места расположения, наверное, и звучности. Если лес должен звучать, как имя человека, просто обзывать его там лес МПМК номер 3. Я думаю, это будет некрасиво. Понимаете? Вот есть инициатива сейчас от муниципалитета, высходит она. Где-то там значительные даты, которые произошли. Люди, значимые для этого района. И мы принимаем эту идею, и вы правильно подчеркнули, что с этой идеей давно уже выступил губернатор и поставил нам задачу, а мы ее будем исполнять. То есть, грубо говоря, сейчас ничего не мешает, ничего не запрещает. Человеку забить рядом с саженцем колышек. Абсолютно. Инициатива, даже любая инициатива принимается. Вы можете выйти на сайте, оставить свои предложения. На сайте на каком? На сайте управления лесами, да. И оставить свои предложения. Мы их будем рассматривать. Если это будет, знаете, вот не только имени мне. Вот я поучаствовал, посадил 10 деревьев, а со мной еще было 300 человек, я думаю, что будет правильнее, если это будет вот общее название всех участников. Спасибо большое. Давайте еще скажем, вот, может, контактный телефон, если можно получить какую-то консультацию, хотя бы по таким вопросам, вот, по зеленой столице, по проекту «Зеленая столица», куда можно вот обратиться? Телефончик отдела лесовосстановления, который отвечает как раз за проект «Зеленая столица» управления, это 320096, либо приемная 320059. Спасибо. Я попрошу вывести режиссеров на экран эти телефоны. Спасибо огромное. Мне подсказывают, что у нас есть звоночек еще. Давайте послушаем, кто нам дозвонился. Добрый вечер. Да, добрый вечер, вы в эфире. Я хотела узнать, вот, посадки идут в масштабах области, но такое ощущение, что как-то хаотично. Вот какие-нибудь специалисты делали предварительный анализ, может, карты какие-нибудь составляли, вот, где можно сажать деревья, где нужно, а где категорически запрещено. Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Отвечу на него, что не только карты. На сегодняшний день проект «Зеленая столица» – одно из направлений бассейного природопользования. Я могу сказать, что в этом, вот это, наверное, маленькая крупица, только высадка деревьев и мест, где они бы принесли большую пользу. Делается целая картографическая схема и по бассейнам рек. Определено. Это делает Белгородский государственный университет. Защищается это при департаменте природопользования. Здесь участвуют ученые, само собой, и все свое мнение высказывают и принимаются на совете, который создан при департаменте природопользования. Все учитывается, каждое направление. И мы, конечно же, изучаем, прежде всего, старые карты. Там, в 1694 году есть карта, где лесистость области приближается к 40%. Там все русла рек… А сейчас, давайте напомним сразу, сколько сейчас лесистости? Ну, сейчас приближается только к 9%. Некоторые районы там превышают к 15%, но в общем область у нас 9% лесистости. Это очень слабо. Хотя минимально у нас в области должна быть не менее 25%. Задача проекта как раз и подвести область к лесистости. Точно так, чтобы были комфортные условия у нас. На сегодняшний день заиливание рек происходит от того, что у нас не сдержится плодородный слой. А кто у нас более всего задерживает и предоставляет, наверное, комфортные условия, это, конечно, деревья. Деревья, кустарники, другой растительный покров. Ну, скажите, вот еще про карты, да, спросили. Они есть где-то вот в общем доступе? Где-то можно их увидеть? А где? Вот на сайтах муниципалитетов, может? Да, Департамент природопользования рекомендовал каждому муниципальному образованию происходит защита каждого этого бассейного природопользования проекта на большом правительстве Белгородской области. И также озвучивается, это я уже сказал, о том, что на совете при Департаменте природопользования это прорабатывается полностью проект. И рассматриваются вопросы, где деревья должны расти. И да, изначально, наверное, может, есть такие мероприятия, все равно. Но понимаете, что все бывает, где-то кто-то хаотично и попробовал посадить. На сегодняшний день там все отрегулировано и четко разграничено. Спасибо большое. Я предлагаю потом вернуться немножко к этому вопросу, немножко позже. У нас есть еще один звоночек. Алло, здравствуйте. Да, да, да. Добрый день. Говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите. Вы в эфире? Владимир Иванович. Слушаю вас. Да, у меня вот такой вопрос. Я из Новосколы, Анатолий меня зовут. Хотел бы задать вам такой вопрос. Слушаю, Анатолий. Можно ли как этот решить вопрос, чтобы вот сажаются деревья такие, ахаспи, дубы там другие, а плодовые, ну абрикос, вишня. Вот ездишь по Украине, допустим, в посадках, растут эти деревья. Людям доставляют, остановился, сорвал, покушал, поехал. И цветут красиво. Я считаю, что можно бы это было сделать. Ваша идея очень хорошая. Я только за плодовые деревья. Ну, вы зря сказали, что сажается только акация, дуб чересчатый, либо там береза. У нас, наверное, первый в этом, ну, наверное, прошел, это Красненский район. Они, наверное, на 80% использовали как раз абрикос для того, чтобы вот по проекту «Зеленая столица». Просто не везде ему место произрастать, понимаете? А возле дорог я вот не согласен, чтобы кто-то рвал возле наших дорог и кушал. Надо всему свое место, чтобы плодовые деревья и другие ягоды росли в том месте, где далеко от транспортной вообще развязки нашей. Здесь надо деревья, знаете, есть градация деревьев, которые как относятся и к чему. Украина, да, очень плодовитая тем, что вот по Запорожье едешь, там много этих целые рощи абрикоса. Я думаю, что здесь надо те деревья, которые задерживают, улавливают пыль, задерживают другие тяжелые металлы, выделяемые автомобилями, а абрикос надо где-нибудь подальше, туда еще за каким-нибудь большим урочищем дуба чересчатого, который самый фидонцидный у нас в Белгородской области, вообще из древесных растений. Там вот и кушать надо абрикос, тогда мы будем с вами и живы, и здоровы. То есть, ну а прислушаемся к мнению, вот все-таки люди просят плодово-ягодные культуры. Я говорю, мы от этого не уходим. Мы и яблоню сюда вводим в программу «Зеленая столица», очень разнообразен ассортимент. Просто не везде его можно применить. Вот в чем проблема. Я же к чему и сказал, что надо, проект бассейнного природопользования предусматривать не только место, но и породный состав, который, возможно, здесь растет. Все зависит от тех условий произрастания, где дерево может. Человеку тоже не везде комфортно. Кто-то любит на морозе жить, кто-то в южных, где-то в пустыне греться на солнышке, а кому-то вот где-нибудь, вот как нам с вами в Белгородской области, более комфортно всего. Ну то есть программа «Зеленая столица», она как бы не отрицает, да, то, что будут посажены у нас и яблони, и вишни. Нет, нет, мы разнообразие только поддерживаем. И наоборот, к этому направляем, чтобы каждый муниципалитет разнообразил. И вот акация, ну, Рабиния псевдоакация, которая на сегодняшний день, она очень хороший медонос. То есть тут тоже предусматривается. Мы их высаживаем в основном возле пчелопарков, там, где организованный мед тоже где-то надо собирать. А вот вы еще сказали, что дуб высаживаете, да? Вот я просто почему заостряю внимание, у нас Белгородская область все-таки относится к такой, к зоне лесостепной. То есть для нас характерно дубравый изначально. Сейчас скажите, какая вот доля дубов высаживается из всего вот объема саженцев, ну, семян, желудей? Сколько примерно вот? Я могу сказать, что у нас урожай 10-го года дубочерещатого очень порадовал. Мы собрали более 200 тонн дубочерещатого, и он весь был высажен. Я могу сказать, что если даже в питомнике надо высадить 3,5 тысячи для того, чтобы получить 250 сеянцев дубочерещатого, то на гектар для лесовосстановления, если желудем участвовать в посадке, то там 60 килограмм. Это один мешок достаточно. Вы представляете, 20 тонн желудя на сегодняшний день были высажены. У нас дуб является лесообразующей породой. И как я уже ранее говорил, это самое фитонцидное растение. Вот если брать по градации очень сильная фитонцидность, сильная и средняя, то хвойные растения уступают дубу, черещатому. Он более фитонциден. Поэтому находитесь чаще в дубрах, но не в те моменты, когда там распространен клещ. Ну, то есть можно сказать, что зеленая столица – это проект, который восстановит, да, вот естественную среду Белгородской области, вернет к дубравам. Мы к этому стремимся. Мы хотим создать те именно жизненные комфортные условия для людей Белгородской области, чтобы у нас дубрава шумела, понимаете. Ну, дуб сам по себе – это величественное дерево. Конечно. Поэтому он будет давать нам силы. Спасибо большое. Я предлагаю послушать еще один вопрос. У нас есть звоночек. Добрый вечер. Да, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Михаил. Владимир Иванович подробно в данный момент рассказал, что много сажается деревьев. На территории городских поселений качество деревьев, качество посадочного материала, как контролируется. И вот отпор идет такой. Ну, тополя вот давно сажали. Ну, от них пуха летом много. Аллергия. Как бы не совсем они хорошую обстановку сделают. А вот другие виды деревьев. Вот товарищ задавал фруктовые, чтобы и запах исходил от них, когда цветение идет. И приятно посмотреть было. И кислород здесь давали бы. Вот за качеством контроль есть там в этом плане. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо за вопрос. То есть, третье, о качестве. Правильно идет? Я понял, о чем вопрос. Я в одном с вами не соглашусь. Я тот человек, который не градирует между деревьями, что вот это плохое, что это хорошее. Тополь, который вы назвали, наверное, вредителем, что он пух дает. Ну, пух уже доказано, что он не является аллергеном. Совсем другие злаковые травы в этот момент цветущие, аллергические. Да, вот вы говорите, вот он пух от него. А вы представляете, как бы вам сказали спасибо коммунальщике, когда бы фруктовые деревья. Ну, и у нас народ еще не с тем менталитетом, чтобы, знаете, свободно проходить, либо аккуратно что-то сорвать. Эти деревья будут, наверное, страдать. Очень сильно будут страдать в таких городских условиях. А тополь, он очень пылеуловитель большой. Если вы обращали внимание на лист тополя, он с такой кликовиной выделяется. Очень много пыли он улавливает. Да, есть, еще раз повторяю, есть степени деревьев, которые для городских, очень рекомендуется, для городских и других населенных пунктов. Вот. Самая, например, более такая, высокой всей степени защиты для города, это Черемуха. Вот, хотя не все радуются тому, что она очень хорошо привлекает тлю. Поэтому садоводы с ней, наоборот, не дружат. Хотя растение очень красивое. Дальше можно сказать, что очень желательно использовать, конечно, липу всех разновидностей. Крупнолистную, мелколистную, она также выдерживает, наверное, 3 балла по 4-бальной системе. Вот. Контроль, конечно же, осуществляется. В городах это созданы отделы по благоустройству. То управление, которое я возглавляю, я могу сказать, что основная задача наша, это леса. Именно леса. Что такое лес, вы понимаете. В городских населенных пунктах, я думаю, что есть службы, те, которые отвечают. Мы им помогаем. Бывает, они обращаются. То, что где больше всего специалистов? Конечно, в лесу. Спасибо большое. В лесном управлении у нас. Спасибо большое. У нас есть еще один звоночек. Алло, здравствуйте. Мы рады, что вы звоните нам. Я напоминаю, телефон прямого эфира 584410. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня такая проблема беспокоит. Вот сейчас снег сошел, и все начнут ездить на вылазки в лес. А мы с вами знаем, что остается там после некоторых отдыхающих. И мусор, а еще, не дай бог, пожары. Предусмотрено какое-то наказание, штрафы за все это. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, очень актуальный вопрос на сегодняшний день. Тем более, надвигается пожароопасный период. Вы видите, как быстро снег сошел. На сегодняшний день уже есть факты возгорания. Это именно уже происходит ландшафтный пожар. Что такое ландшафтный пожар? Я думаю, что специалисты могут пояснить, что это как раз те поджиги, которые пробуют на горение травы. Очень сильно эти последние дни горит камыш. И не так далеко. Придут люди в лес. Начнутся майские праздники, тем более в этом году. Они очень длительные. Придут и начнут себя вести. И очень не хочу выражаться плохо, хотя у меня, честно скажу, слов иногда не хватает хороших на тех людей, которые так себя ведут. А после того приходят на тот же участок и смотрят, думают, кто тут здесь побывал. Ну, менталитет, наверное, воспитывать надо с детства. Поэтому я вот обращаюсь к этому населению, которое себя ведет плохо в лесу. Вы подумайте о том, что нам надо что-то оставить детям своим, внукам и так далее и тому подобное. Если каждый из нас будет так вот по-варварски относиться к лесу, мы дети этой природы, а абсолютно не хозяева ее. Так, ну вопрос был про штрафы еще. Что же грозит тем, кто... Штрафы есть, конечно. Административный кодекс у нас очень разнообразен. И статья 8.32 за нарушение правил пожарной опасности и 8.31 за нарушение правил санитарной безопасности в лесах. Она очень разнообразна. И 8.32 как раз в пожароопасный период, который сегодня уже наступил, я уже об этом говорил, все штрафы удваиваются. Для лиц физических это до 4 тысяч рублей. Для юридических все зависит от степени, наверное, принесшего вреда. Есть штрафная санкция для юридических лиц именно вот в пожароопасный период, если ущерб составил, либо принесен был вред здоровью человеку до 1 миллиона рублей. Но кроме того, что административная ответственность, на сегодняшний день у нас разработан регламент. И мы рассчитываем еще и ущерб, который нанесен почвенному покрову, который нанесен именно той флоре и фауне, которая была на этом участке. То есть каждый, кто пытается попробовать на горючесть траву, я думаю, не стоит этим заниматься. У нас есть прецедент уже по Яковлевскому району. Мы насчитали по такому одному поджигателю более 300 тысяч рублей штрафную санкцию за один только ущерб. Поэтому каждому хочу попросить, чтобы своих детей каждый предупредил. В основном-то откуда берется? Это дети балуются у нас спичками. Хотя раньше всегда на спичках писали, спички детям не игрушка. Владимир Иванович, спасибо большое. Я вынуждена сообщить, что время эфира уже подходит к концу. Спасибо вам огромное, что ответили сегодня на все вопросы телезрители и посетители нашего сайта. Мне подсказывают, что за это время в студию поступило 70 звонков. К сожалению, мы все не смогли вывести. Я благодарю всех телезрителей, которые сегодня звонили, которые писали нам на сайт, которые дозвонились. Спасибо вам огромное. Я думаю, что эфир очередной раз... Мы на все звонки ответим, каждому перезвоним. Звоните в управление лесами. Спасибо огромное, что были с нами. Сегодня нам, наверное, удалось понять, что мы не только готовы, мы участвуем все в программе озеленения. Единственное, наверное, чего нам не хватает, ну, немножечко еще организованности. Вот. Ну, я надеюсь, что наш прямой разговор сегодняшний, он послужит дополнительным стимулом. Будем надеяться. Будем надеяться, да. И надеемся, что каждый из нас внесет свою лепту в реализацию программы «Зеленая столица». Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова